Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шестидко. Интеллектуальная подставка для лампы, интерактивная. Также известная, как мальчики. Да, 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 примерно так. Мы вам обещали рассказать про пантеру, яхт-пантеру, пантеру и так далее и тому подобное. Но перед тем, как это сделать, мы покажем вам еще одну крутую вещь. Недалеко от Махденбурга, ну, на самом деле, практически в Махденбурге, есть самый крутой мост из всех, которые когда-либо, ну, по крайней мере, я лично видел. Я думаю, что что-то Слава Игоревич подтвердит, что это самый крутой мост. Самый крутой мост. Самый крутой мост. Вот он туда пошел, как вы видите, через речку и пошел дальше, 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 дальше. И здесь, с этой стороны, вот мы сейчас по насыпи подойдем на этот мост, чтобы вы понимали, да, запомнили речка и, соответственно, насыпь. И мостик. Ну, а пока мы идем, удаляемся, скажем так, смотрите, все чисто, пострижено. Мы расскажем вам про яхт-пантеру. Светослав Игоревич, что случилось с яхт-пантерой? Почему мы про нее сейчас не рассказываем? Короче, мы, как очень везучие люди, приехали в музей по дороге в Украину, правильно? Ну да, практически по дороге, учитывая что-то в другую сторону, ну, неважно. Короче, с утра встали, там, пока ехали, пока вот лето гуляли, приехали под вечер, под пять часов, когда закрывался. Четыре часа вообще приехали. Четыре, да? Да. А вот сколько он закрывался? Шесть. Шесть, вот. Обошли, сами посмотрели перед тем, как делать видер. Да, его же переделали за три года. Да, его сильно переделали. Вот то, что мы отсняли, то, что мы успели до закрытия. Мы планировали снять на следующий день, правильно? Да, на следующий день. Ну, типа, окей, закрылся, завтра придем до снижения. Приехали сегодня? Нет, приехали. Потом начали искать отель, который все заняты. Интересно, почему они заняты? Никто не знает. И потом приезжаем, отель нашли, сколько там, 30 километров? Да, 30 километров. 30 километров от города. И там, когда у нас появился интернет, мы узнаем, что какое-то очень важное событие происходит. Да, празднование бронетанковых войскрейха. Да. Ну, а мы поднялись на мост, как вы поняли, и обратите внимание, что вы здесь видите? Воду. 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 Прикиньте. Немецкая логика, конечно, она крутая логика. Но вот так, чтобы вот, вот так вот, это уже, конечно, наверное, чересчур. Холодно, слушай. Конечно, холодно. И вот можно даже посмотреть. Тут, оказывается, даже карта есть. Как они понастраивали этих каналов. Ты понял? Останавливается давление, шлюзы. Охренеть. И все это найдено на немецком. И все это, конечно, на немецком. Вон, видишь, канал, вот мост, вот трасса, по которой мы проезжали. Вот она. Вот мы сейчас здесь. Вот здесь вот есть еще один шлюз. Вот мы его видели, когда пересекали мостик. Помнишь? Я говорил. Вот это. И вот еще комплекс шлюзов. Ну, немцы, конечно, люди странные. Но я не ожидал, что настолько они странные, чтобы построить канал над каналом. С другой стороны, чтобы вы понимали, водный транспорт является одним из самых эффективных по доставкам большого количества грузов. И все эти каналы, которые, вот канал срединных земель или средних земель, или канал Средиземья, да? Да. Канал Мордора. Был построен еще в средние века. А здесь, шо, смерзла мапочка? Какие-то вы молодежь незакаленные. Папа, вон, видишь, у тебя теплая кофта. Какая теплая кофта? Мы же идем к тому шлюзу, да? Да ну зачем нам этот шлюз? Как это за... Холодиня-то. Ну, холодильная реальная. Мы вот порадовались за эту холодину, потому что... За годы стройки этого моста. Где? А, 89-ый... 5 лет. За 5... 1998-2003. За 5 лет они построили вот этот вот мост. Сколько в Киеве строились мосты, и строится сейчас мост. Вот и задумайтесь, куда уходит ваше бабло. Ну, а... Да, и вообще, что сделала для вас украинская власть? Ну, или российская, не знаю, кто как смотрит. По крайней мере, я не хочу комментировать российские реалии. Я не знаю, чем там люди живут. Но, зная, чем живут украинские люди, я могу сказать, что... Власть... Отойди, мальчик. Власть, конечно, того. Вы не знаете, что там у кого нельзя? Почему нельзя? Где написано нельзя? Нельзя. Ну, где написано нельзя? Я не знаю, где написано. Ну, вот. Корабля ни одного нет. Мы только подъезжали, проплывал один корабль. Он ушел туда, в сторону того шлюза. А вон шоссе, по которому поехали. Да, вон там вот шоссе скоростное. Ну, и вы поняли, да? Здесь вода. Там вода. И там вода. Тут меньше воды. Но Эльба очень сильно разливается. Видите, пологие берега. И снова вода. Не, может, пойдем к тому шлюзу? Смотри, там какой-то кораблик проплывает, что ли. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Ладно, кому интересны эти шлюзы? Ладно, никому не интересны эти шлюзы. В общем, единственное, что нас радует сегодня, что сколько мы не едем от музея, там постоянно идет дождь. Дождь и там фронт. Вот такая вот погода, как вы видите, меняющиеся. Низкие тучи, из которых во время не обрушивается дождь. А это Эльба, Эльба Хавелл, или Хавелл, Хавелл канал. Хафелл. А, Хафелл это был. Хафельканал, который переходит в канал срединных земель, центральных, нет, срединных, центральных. Или серединных земель. Канал Средиземья. Так что такая вот она, красивая германская природа, вообще не обезображенная деятельностью человека. Особенно вот этот канал. Не, ну додуматься. Меня до сих пор не отпускает. Это как же надо было прогнуться, додуматься, чтобы построить такой канал, соединяющий, делающий развязку, соединяющий два канала, чтобы корабли могли проходить от Эльбы до Хавелла и туда дальше на срединные земли. Так что, вот. Ну и... Поляк военцем. Немцам, наверное, на логике девать некуда. Да, некуда. Они еще сейчас сирийских иммигрантов к себе собираются взять. Нет. Радно, не будем. Вот. И так их тут много, а они еще берут. Ой, скоро будет... Это... Весело. Исламская, да. Исламская Германия. Вот это будет смешно. Хотя, нет, немцы не дадут. Немцы такие, что капец. Я в них почему-то верю. Тут какой-то системный, видишь, плита что-то закрывающая. Наверное, какие-нибудь вещи. Ну и вниз к спуск. Я еще раз, кто пропустил, полюбуюсь табличкой, указывающей различные варианты строительства. И дальше, видите, городок там какой-то, люди живут. Причем, как вы видите, это высота над уровнем земли, ну, примерно метров 5-7. То есть, если где-то эта дамба прорвет или переполнится, то мало не покажется никому здесь. Будет локальный всемирный потоп. Лавочка, вон, можешь сесть посидеть. Видишь, 2007 года лавочка. А может, там просто написано окрашено? Не-не-не-не-не. Это какой-то, видишь, контора какая-то поставила эту лавочку, чтобы о них помнили. Уже помнят 8 лет. Вот видишь, вот что мы пропустили, старые шлюзы. Вот шлюз один, видишь, вот он, вот туда. Если бы мы пошли, потом бы еще 2 километра прошли бы, мы бы пришли к шлюзам. По такому, блин, ветру, да? По такому, блин, ветру. И первый шлюз, смотри, как красивый. Вот этот особенно красивый. Фоток можно наделать. А тут не написано годы строительства. Наверное, еще давным-давно. Ну, вот этот вот, конечно, брюки, канал брюки, это же... Каналь брюки, это, конечно, жесть. И пятое, четвертое, вот то, что мы видели, проезжая. Ну и что, ни одного кораблика, на хрена было? А, это же выходной день. Какие корабли? Нет, ну вот как этот мост так держит? Смотри. Это когда на Эльбе, ага, и прямо... В Эльбу, да? Это на Дельбе он это, а так, видишь, он выгнутый такой, удерживая систему. Нет, отсюда вот. Офигеть. Офигеть. В общем, хвала и почет немецким инженерам. Как вы видите, немецким инженерам быть почетно не то, что украинским инженерам. А почему украинским инженерам быть непочетно? Все очень просто. Власть она такая. Расстреливать, расстреливать и еще раз расстреливать тех, кто называет себя властью, депутатами. Света Слава Игоревич, ты вот проехал по Европе. Да. Что? Что ты скажешь? Вот ты чувствуешь, что о тебе в Европе на мои налоги о тебе заботятся? Да. И как ты чувствуешь это? Чувствую, что здесь все ухожено. Дороги непонятно, когда ремонтируют козлы. Дороги они ремонтируют, когда они целые. Ну вот. Ну очень все хорошо. И как ремонтируют? Целиком, а не заплаточками почучить. Целиком, да. Все аккуратно, очень, знаете, чистенько так. Ну это понятно. Везде чистенько и аккуратненько. И люди, знаете, как сказать, такие... Ненапряжные, ненапряженные. Кроме черных и арабов. Понятно. Куру. Ладненько, будем вращаться. Еще один взгляд на зелененькую травку и Эльбу. И этот самый мост. То есть теперь вы понимаете, что по этому мосту идут миллионы, ну не миллионы, но сотни тысяч тонн воды сейчас. А представьте, еще проходят корабли. То есть насколько это массивное и надежное соединение. Ну а мы теперь уже точно будем говорить счастливо. Святи, кстати, на Ифе 2015-й выдурил вот эту штуку. Просто добрый, добрый китаец увидел, как я страдаю, когда я держу его лампу. А как ты страдаешь? Покажи хоть. Не, не, у меня нет лампы. Ну вот, ну и как? Вот так вот, вот так вот. Ну, ну, ну. И ее сегодня надо держать на высоту. Это... Опущу, мне плохое это все. Она не тяжелая в одном... Когда ты снимаешь видео, там, по часу, по два часа с ним интервью снимаешь. Это же неудобно. Ну и что? И что китаец добрый? Ну и дал мне вот эту хрень. Ну придется папе забрать эту хрень. Не надо забирать эту хрень. Чего? Прикольная хрень, смотри. Вот. В общем, напоминаю, что в описании к видео, всплывающих сверху и снизу, в аннотациях есть линки на различные другие путевые заметки. И неудачный танковый водитель. Чего неудачный? Удачный, просто только два видео вместо планированных десяти. Тысяч, да? Десяти тысяч, да. И десяти тысяч просмотров. В общем, смотрите еще дальше. Всего хорошего. Счастливо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачи. Пока. Пока.